Утверждено расписание государственной итоговой аттестации на 2019 год. Совместными приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Министерства просвещения России утверждены расписание единого государственного экзамена, основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена на текущий год. Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ. Выпускники текущего года в основные сроки основного периода. Ребята, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные сроки. Принять участие в ЕГЭ в иные сроки можно только при наличии уважительных причин, подтвержденных документально и соответствующего решения Государственной экзаменационной комиссии. Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных предметов в резервный день, могут участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный период. ОГЭ для выпускников девятых классов также пройдет в три этапа. Досрочный с 22 апреля по 14 мая, основной с 24 мая по 2 июля и дополнительный с 3 по 21 сентября. Этими же приказами утверждены продолжительность проведения экзаменов и перечень дополнительных средств обучения, которые можно иметь при себе на экзаменах по различным предметам. Они остались без изменения по сравнению с прошлым годом, поясняют в Краевом министерстве образования и науки.